23 апреля проспект Победы, под колесами автомобиля погибла пожилая женщина. Вот что говорит водитель Ниссана, сбившего пенсионерку. Между машинами она переходила дорогу. То есть в неположенном месте? В неположенном месте она выскочила из переди стоящей машины. Я не заметил её. Вы не заметили? У вас скорость какая была? 15 километров. То есть вот этой скорости хватило? Да, я просто скользящий удар, она головой ударилась. По первоначальной информации от ГИБДД погибшей было 80 лет. На месте водитель Ниссана уточнил, женщина была 30-го года рождения, 90 лет. В таком возрасте можно упасть от незначительного удара. Так и вышло. Сотрудники ГИБДД, осматривая машину, никаких видимых следов повреждений металла не обнаружили. А ведь женщине до перешеходного перехода нужно было пройти всего несколько метров. Вот так вот. Вот она с той стороны переходила? Отсюда туда? Практически в это же время на Санкт-Петербургском шоссе под колеса автомобиля попала женщина 34-го года рождения. И на этот раз она переходила дорогу вне положенных правил. С переломом шейки бедра пострадавшую доставили в больницу. Уважаемые земляки, правила дорожного движения придуманы ради нашей безопасности. Берегите себя. 23 апреля в Московском районном суде города Твери избрана мера пресечения Павла Владимирова, занимающего должность инспектора по исполнению административного законодательства отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Твери. Накануне Владимирову постановлением Московского районного суда на 72 часа продлен срок задержания. Как мы уже сообщали, Павел Владимиров подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Владимирова меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца до 19 июня включительно. Как мы уже сообщали, 22 апреля под стражу взят Андрей Еременко, начальник Московского ОВД. Подозреваемый и его защитник возражали против удовлетворения судом ходатайства следствия. Просили об избрании Еременко меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Ссылаясь на отсутствие доказательств его причастности к преступлению, наличие у него места жительства, семьи, ребенка на иждивении, состояние здоровья супруги, отсутствие намерения скрыться, либо оказать давление на участников процесса. Однако судом удовлетворение этого ходатайства было отказано. По версии следствия, с августа 2020 по февраль 2021 года начальник Московского отдела полиции города Твери, инспектор группы организации службы отдельной роты ДПС ГИБДД МВД России по городу Твери, систематически превышали свои должностные полномочия, принимая незаконные решения и действуя в интересах третьих лиц, способствуя последним в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В результате слаженных и профессиональных действий сотрудников регионального ФСБ России, подразделения собственной безопасности у МВД России по Тверской области и следователя Следственного комитета проведены обыски в жилых и служебных помещениях, личных и служебных автомобилях фигурантов по делу, после чего подозреваемые были задержаны. Напомним, сотрудников полиции задержали вечером 21 апреля. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия.